У меня было ощущение, что все знают, почему их тянет на углеводы по ночам. Но, как оказалось, далеко не все это знают. Одно известно точно, и это определённо факт. Если человека тянет на углеводы по вечерам, значит, организм не находится в китозе, он не сжигает жир. Два важнейших показателя того, что организм в китозе, это отсутствие чувства голода и тяги к углеводам. Но если есть частый голод и тяга к углеводам, это говорит о том, что вы не в китозе, значит, что-то идёт не так. Скорее всего, дневные приёмы пищи — завтрак, обед или ужин — содержат слишком много углеводов. Или, возможно, предыдущим вечером вы съели многовато углеводов. Если вы на кето, но поели углеводов, вечером всё равно может появиться голод, поскольку нарушается баланс сахара в крови вот здесь. И это проявит себя через несколько часов, и это может продолжаться день или даже два. То, что съели вчера, проявится на следующий день. Высокоуглеводный завтрак, как у многих людей, резко понижает сахар крови. Завтрак в 8 утра, а в 10.30 сахар падает, и срочно нужно перекусить. Затем, в полдень, вы идёте на обед, а там макароны, лапша или рис на гарнир, какому-то белку, допустим. Вам хорошо, наверное, сразу после захочется вздремнуть, но в 3 часа опять хочется перекусить, вы снова голодны. И, наконец, ужин. Снова углеводы. Вы наелись. Сытость длится часа полтора. И затем часов 8-9 снова чувствуете, что нужно перекусить. И тут в ход идут чипсы, солёные орешки, попкорн. Прекрасный вариант. Я тоже был в этой ловушке много-много лет. Мои знания о питании были ничтожными. У меня всё было по классической схеме. Тяга по ночам, и я ей поддавался. А теперь расскажу, как избавиться от этой тяги по вечерам. Количество углеводов, максимум 30 граммов. Не за приём пищи, а в день. Второе. Пропускайте завтрак. Просто забудьте о завтраке совсем. Всю ночь вы ничего не ели, голодали. Зачем прерывать голодание? Продержитесь ещё немного. Адаптация займёт пару дней. Вы привыкнете. Но потом вы даже не будете хотеть есть завтрак. Просто нужно побороть привычку, на самом деле вы даже не голодны. Не ешьте, если не голодны. И добавляйте жира в рацион. Никакой низкожировой диеты. Побольше оливкового масла, сливочного масла. Избегайте постного белка. Добавляйте больше жира. Особенно к вечернему приёму пищи, чтобы продлить сытость. Также нужно потреблять много калия, большие порции овощных салатов. Я заметил, что если я не съедаю много салата, в дневной или вечерний приём пищи, я чувствую себя не очень. Калий необходим, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и справляться с чувством голода и тягой. Обычно я сначала ем салат, а уже потом всё остальное. Вот так всё просто. Если хотите узнать про всё остальное, переходите по ссылке внизу. Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кета». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы. Присоединяйтесь и вы.